Дело в том, что профессия хирурга, она подразумевает постоянную учебу и совершенствование квалификации. На брюшной полости нет операций, которые бы мы технически не могли произвести в нашем отделении. Продолжительность жизни больных даже после калечащих больших операций и четвертых стадий значительно выросла. Сергей Алексеевич, Вы занимаете должность заведующего онкологическим отделением хирургических методов лечения. Расскажите о своем персональном пути и как Вы пришли к руководству данным отделением. Я закончил институт Северо-Остинский в 1979 году. По распределению приехал в Тульскую область. Был распределен в больницу скорой помощи имени Семашко, в которой проработал первые четыре года. После этого я понял, что для профессионального роста скорой помощи маловато. Я обратился в онкодиспансер для дальнейшего, так сказать, продолжения работы. И с 1982 года я работаю в больнице ТОВД. У меня была заведующая передьяка Лидия Васильевна. Она заведовала в течение семи лет. После этого она оставила меня на заведование. Это с 1990 года я являюсь заведующим этого отделения. Отделение было многопрофильное. Здесь проходили лечение с молочной железой, раком желудка, раком ободочной и прямой кишки. А также опухоли кожи и подкожно-жировой плечанки. То есть оно было многопрофильное. За это время было освоено много новых операций. В частности, это радикальные резекции молочных желез. В свое время они назывались квадрантэктомии. Сейчас это радикальные операции на молочной железе. Также были освоены пластики молочных желез, которые выполнялись в течение 10 лет, пока маммология была не отделена от отделения. А также совершенствовались, естественно, операции на органах брюшной полости. То есть были освоены операции на поджелудочной железе, на печени. Внедрены аппаратные операции при раке прямой кишки. И, естественно, они с годами совершенствовались. В настоящий момент отделение приобретало новый статус в новом корпусе. Теперь это отделение абдоминальной и таракальной хирургии, в которую входят следующие нозологии. Все опухоли легких пищевода, а также опухоли брюшной полости. В частности, опухоли поджелудочной железы, опухоли печени, опухоли желудка, опухоли водочной кишки, опухоли прямой кишки и опухоли забрюшинного пространства. Новые технологии внедрены у нас еще со старого корпуса. То есть сейчас идет направление на эндоскопическую хирургию. Осваиваются новые методики, которые будут проводиться в отделении. Это новые методики операции на печени. То есть будут проводиться двухэтапные операции вместе с рентгенхирургами. Это дает возможность расширить диапазон операций, а также безопасность операций. Сейчас в основном идет тенденция на безопасность хирургии. И органосохраняющая тенденция. То есть минимизировать инвалидность наших пациентов. В ближайшее время будет приобретен роботизированный комплекс. Это позволит нам еще больше расширить новейшие технологии в нашем отделении. То есть эндоскопической хирургии. На самом деле Вы внесли большой вклад в развитие хирургии онко-диспансера. И начали проводить сложные комбинированные операции, которые раньше, как мне кажется, в Туле никто не проводил. Да, а это были в свое время внедрены такие операции, как гастроэктомия с расширенными лимфодисекциями, передние резекции прямой кишки циркулярными аппаратами, а также пластики молочных желез, которые до этого не делались. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет Вашего успеха? Как Вы достигли такого уровня мастерства? И что Вы можете посоветовать начинающим хирургам? Секретов никаких нет. Нужно просто любить свою профессию. Понимать, что ты умеешь делать и способен ли ты это делать. Если у тебя не получать, то, я думаю, нужно просто как-то менять тип профессии. Если же у тебя получается, то дальше нужно совершенствоваться, проходить много учеб, ездить, учиться. Я в свое время практически каждый квартал ездил на разные виды учеб. Не только у нас в стране, но и за границу я ездил несколько раз. Там приобретал опыт операций, в частности, операций на печень, на поджелудочной железе и также при раке желудка. А на брюшной полости нет операций, которые бы мы технически не могли произвести в нашем отделении. Полный объем абсолютно всех, на всех органах мы выполняем. Начиная от больших операций, это гемегепатектомии, операции на печени, до щадящих операций, сегменты эктомии на печени. Это панкреатоглогенальные резекции, комбинированные операции с различными органами. Там возможны комбинации при раке желудка с дистальными резекциями поджелудочной железы, резекциями ободочной кишки и так далее. То есть в зависимости от этого. И также имеем большой опыт комбинированных операций на прямой кишке, сегмовидной и так далее. Когда в окухолевый процесс входит мочевой пузырь, входит мочточники, входит матка и так далее. Это все убирается в одном блоке, дальше делается реконструкция и моделирование нормального функционирования этих органов. Как Вы оцениваете уровень подготовки врачей-хирургов Вашего отделения и проводили какие-либо обучающие мероприятия или повышение квалификации? Дело в том, что профессия хирурга подразумевает постоянную учебу и совершенствование квалификации. Хирурги, которые работают в нашем отделении, это хирурги, которые пришли работать с нуля, которые вместе со мной проходили весь этот жизненный путь и так далее. Поэтому квалификация этих хирургов очень высокая сейчас на настоящий момент. Я могу сказать, что из шести хирургов, которые здесь у нас работают, пять имеют высшую квалификационную категорию. Вы как руководитель отделения начинаете работать с пациентами с консилиума. Потом пациент поступает к Вам в отделение. Проводятся ли какие-либо дополнительные осмотры Вами? Вы как-то контролируете дальнейший процесс нахождения пациентов в отделении и процесс их лечения? Безусловно. Весь процесс в отделении контролируется заведующим отделением. Ординаторы докладывают о состоянии больного и ежедневно проводятся планерки утренние, то есть о состоянии больного в отделении заведующих всегда в курсе. Это один момент. Второй. Естественно, то, что где-то, если у ординатора не хватает опыта, он, безусловно, обращается к заведующему отделению, и мы совместно решаем ту или другую проблему. Контакт с больными идет все время непосредственно. Естественно, тяжелых больных обсуждаются, если есть необходимость, обсуждение с внешними специалистами. Я имею в виду других специальностей. Как Вы оцениваете общую ситуацию с онкологическими заболеваниями и их хирургическим лечением в Тульской области на данный момент? Я считаю, что ситуация, она не очень хорошая, потому что высокая заболеваемость в Тульской области онкологическими заболеваниями, это для кого не секрет, естественно. Мы на одних из первых мест в Российской Федерации находимся по заболеваемости некоторых нозологических единиц. В том числе это молочная железа, сейчас вот рак легкого, сейчас вот на пятки наступает уже и рак ободочной и прямой кишки. То есть здесь резко возрастает сейчас заболеваемость именно по полуректальному раку. Я считаю, что онкологический диспансер готов к работе с этими, безусловно, нозологиями, этими заболеваниями и применениями новых технологий добьются, конечно, определенных результатов. Это уже и сейчас видно, химиопрепараты сейчас более совершенные, поэтому продолжительность жизни больных даже после калечащих больших операций и четвертых стадий значительно выросла. На самом деле с открытием нового онкоцентра пациенты теперь могут пройти весь путь, начиная с обследования и заканчивая реабилитационными мероприятиями в одном центре. Да, да, совершенно верно. Это очень удобно, конечно, и, естественно, это и концентрирует возможности докторов всего в одном центре быстро получить консультацию, быстро оценить обстановку, быстрее диагностировать и прообследовать больного. Ну, как я знаю, онкологий время очень сильно. Да, совершенно верно. Субтитры подогнал «Симон»